Друзья, всем привет! Меня зовут Саша, это Андрей. И прямо сейчас мы выезжаем в грандиозное путешествие на велосипедах по Альпам из этого гаража. Как всегда! Велосипеды собраны в коробках и в моем Ионике. А вместе с велосипедами там все шмотки, палатки, спальники, карематы. В рюкзаке только пауэрбэнки, какая-то техника, дрон, все основное. То, что не должно повредиться здесь или то, что нельзя везти в багаже. Например, всякие батареи. Едем в аэропорт, надеюсь, все будет гладко. Я, честно говоря, рад, что мы летим в Люфтганзе, а не чем-то, как в прошлые разы. Потому что я зарекся, лучше переплатить чуть-чуть, но здесь нормальным сервисом, комфортом. И когда на тебя не будут смотреть, как на бедного туриста. Более того, у Люфтганзе очень хорошо, что в приложении сразу прописаны все условия по опасным предметам, по багажу. Потому что с этим постоянно проблемы. Вы помните, в прошлый раз у меня из-за мелкого текста пришлось заплачивать практически стоимость билета для того, чтобы обратно лететь с велосипедом. В общем, маразм был. Сейчас все включено у нас. Багаж на 32 килограмма. Я думаю, что наши коробки легко поместятся в эту массу. Сейчас приедем, взвесим. Главное машину припарковать. Это уже больше к Борисполю. Потому что один раз было такое, что мест на парковке не было. Собственно, чего я и боялся. И мне очень повезло. Я проехал две парковки уже. Нашел одно паркоместо. К сожалению, все места заняты. И на той парковке, хоть она и далеко от терминала, где я раньше всегда парковался, все места заняты. Андрюху с коробками оставил возле терминала и поехал парковаться. Вот так мы в лифте путешествуем по аэропорту. Сейчас главное сдать велосипеды в багаж. И тогда можно чувствовать себя спокойно. До момента, пока мы будем электричку в Монтине брать. Наш багаж зарегистрирован. Мне нравится, что у Люфтганзе в сообщении даже приходит. И можно посмотреть все в своем багаже. Блин, прикольно. Багаж сдан. Все, мы теперь направляемся к гейтам. Первая радость этого путешествия. Я просто позвал Рому, чтобы... Ром, ты заберешь нас на обратном пути? Да, я тебя провел, как бы заберу на обратном пути. Все, спасибо. Где поехать? Куда? Фрегдрихстрассен. Отлично. Ромчик еще и пацанов с собой захватил. Вместе приедете? Ну, если мне понравится тачка, то надо же как-то... Ну да, я пошел педали крутить, короче. Удачи вам. Давайте. Что? Я первый раз лечу на самолете. Люфтганзе. На самом деле, первый раз в жизни полететь. И нормальными авиалиниями это дорогого стоит. Я вижу, как за шторками там уже на шевельчики едут. Это радует. Открытый почему-то. Надеюсь, ничего не выпало. У меня было открыто дно. То ли мы плохо перевязали скотчем, то ли вскрывали почему-то. Надеюсь, что внутри все есть. Сейчас уже как бы здесь ворошиться нет смысла. Мы здесь, кстати, не будем велосипеды собирать. Мы сейчас едем к, я бы сказал, знакомому, но пока что мы еще не знакомы. Это человек, который откликнулся на просьбу, кто есть в Мюнхене. И уже у него дома. Он нас пригласил заночевать. И будем собирать велосипеды. И там посмотрим, ничего ли не выпало. Вышли мы на улицу в Мюнхене. А здесь совсем не жарко. И я вам больше скажу. Мы смотрим погоду. Кроме того, что дожди обещают иногда. Ночью температуру до нуля обещают. И вот это меня не радует. Вроде нашли станцию поездов. Нам нужен С1. А вот и С1. Тут, кстати, вот на этой двери поезда написано, что можно с велосипедами. Всего несколько таких входов есть. И вот специальные места. Они как бы в сиденье трансформируются. Но если есть велосипед, то у него преимущество. Вот так сейчас и передвигаемся. Просто две коробочки в руки и погнали. Наш поезд нас покидает. Но прикол в том, что мы проехали весь Мюнхен. И приехали куда-то на лесную. Короче, только на нормальном поезде. Нам 500 метров как бы пройтись. Но с коробками. Потому что собирать их сейчас здесь. Это без толку. Тем более мы не уверены, что в моей коробке все есть. Интрига сохраняется. И заключается она в том, что в мою коробку мы в последний момент кинули обе пары педалей. И самое главное. Это осей от передних колес. Если они выпали где-то, это будет очень печально. Причем педали можно купить. Это достаточно распространенное явление. А вот оси купить надо будет искать какую-то веломастерскую. Боже мой, 500 метров. Которые покажутся мне самым диким апхилом. Потому что мы каждые 50 метров делаем остановки. Очень тяжело нести. Это Андрей. Я в кругу не Александров, а Андреев. Андрей, спасибо за то, что приютил нас. Андрей, кстати, отозвался на мое сообщение в Телеграме. Ты в Телеграме увидел, да? Да. Спасибо тебе большое. Очень круто, что есть отзывчивые люди. Но самое главное, даже не это. Самое главное, что педальки и оськи есть. Остальное все на самом деле это такое, наживное. Хотя там куча всего дорогого. Но без этого мы бы не уехали завтра. А ты сам откуда? С Украины. С Украины? Откуда? Харьков или Крым. Так, и Настя здесь. Настя, привет, спасибо тебе тоже. Друзья, мы круто поселились. Нас приютили. Мы сейчас пойдем велосипеды собирать. Но, конечно же, сейчас покушаем. Как приятно. Еще и накормят нас. Вот это вот хорошо. Спасибо. Поужинали, теперь надо собрать велосипеды. Потому что утром мы выдвигаемся. После завтрака. Однозавтрак у нас будет. О, такое, да? Да. Пока что катаемся по паркингу. Только что собрали велосипеды уже. Вроде как все хорошо. Катит нормально, ничего не затирает. Завтра утречком будем выдвигаться в путешествие. Все, велчики остаются здесь на ночь. И мы идем ночевать. Им не будет скучно. Здесь много всего хорошего и не очень. Кстати, обратите внимание, что на всех велосипедах здесь есть звоночки. И, соответственно, на моем тоже. Потому что здесь правила такие. Надо. Разводи костер. Пора. Доброе утро. На улице 6 градусов. Хотя так и не скажешь. Но если сейчас не потеплеет, пока завтракать будем, наверное, в штанах начну ехать. Мы будем прецели есть? С сосисками? Ну да. Я чувствую себя баварцем. Нам еще и подарочки раздают. Вот это приятно. Я думаю, что на улице не слишком тепло. И мы сейчас ими воспользуемся. Вайсвюрс. Домашние прецели. Только что сделали. Круто. Огонь. Друзья, вот это было круто. И после завтрака нам еще и домашние печеньки принесли. Я, пожалуй, Андрюха, остаюсь. Тебе желаю удачи. Ну и, друзья, Андрюха предложил. Почему предложил? Потому что только что второй Андрей спросил про сумку. И говорит, хочу купить ее, дай посмотреть. И мы так договорились, что просто я с женой приеду уже на новой машине. Вы же знаете, какая новая машина у меня будет к ним. И привезу ему бесплатно эту сумку. Но Андрюха говорит, а давай я покажу, что в сложенном вот таком состоянии. Наш Андрюха, с которым мы сейчас едем. Помещается на руль. То есть вот в этом. Не в рюкзак, а именно в бананку. И он, когда все достал, друзья, вот это. Я понял, что я достаточно дешево продаю эту сумку. Не, ну это реально много. Посмотрите, здесь без читерства. Я же даже не раскладывал вот эти вот вещи. Можно было бы вообще разложить. То есть оно все сложное. Это все по позициям, что входит в бананку. Я же всегда честен. Я мог бы смонтировать, мол, все поместилось легко. Но Андрюха где-то во второй раз натупил. И смотрите, помещается все, кроме камеры. Поэтому я говорю как есть. Поместилось все, кроме камеры. Но, да. Подожди, подожди. Да не, ну это что страдать. Не, это ты уже носил уж сумку. Она говорит, ааа. Андрей, Андрей, успокойся. Все, успокойся. Нет, поместилось все-таки. Но я скажу, что это уже насилие над сумкой. Серьезно, Андрюха. Но ты сделал это. Планируй, не планируй маршрут. Сиди над ним, не сиди. Найдутся люди, которые подскажут тебе места получше. По которым мы, кстати, сейчас и поедем. Мы, наконец-то, полностью собраны. Я даже не знаю, в какой части видео вы это смотрите. Надеюсь, все это еще первая серия. Сейчас будет старт путешествия. Друзья, спасибо большое. Я очень надеюсь, что в этом году мы с вами еще увидимся. А мы поедем преодолевать все препятствия, как Андрюха сказал, по измененному маршруту. Почему? Потому что местные знают лучше, куда ехать. Конечно, подъемов стало сразу еще на тысячи-полторы больше. Но что поделаешь. Наш трип официально начался. Едем по равнинному Мюнхену, пока что по окраинам. Но сегодня у нас уже будут и горы, и озера, и все будет в шоколаде. Я надеюсь. Проехали несколько километров просто по идеальной велодорожке. Для велосипедистов здесь, конечно, просто идеальное место. Посмотрите, катаешься по парку. Красота, озера. Но это все только начинается. Что-то мы не по погоде оделись. И как хорошо, когда все знаешь, где лежит. И быстренько это можно извлечь. И не задерживать остальных. Достал подшлемник. Сейчас поедем. Много велосипедов, но не такая вакханалия, как в Амстердаме. Потому что они все ездябельные. Мы едем в туннеле под железной дорогой по велосипедной магистрали. Это просто огонь. Пока что мы еще в Мюнхене едем. Но уже к выезду движемся. Сегодня должны и в горы заехать, и даже где-то там ночевать. Я надеюсь, что найдем кемпинг. Расстраивает только то, что холодно может быть. Я как всегда на выезде из Украины. У нас так жарко, что думаю, да ну не буду я брать столько вещей. Беру флиску и вот эту вот ветровку, и все. Я единственный, кто был в самолете в шортах. И я сейчас думаю, что ночью может быть холодно. И возможно, мы даже будем в одной палатке спать, чтобы согреться. Посмотрим. Велосипедный светофор. Это вот единственное, чего нам не хватает. Будь в Украине велосипед... Ладно, это не поможет. Я не помню, говорил ли я конкретно вам. Но все мои друзья знают, что моя любимая страна, это Германия на самом деле. Я бы, если бы куда-то и переезжал, то именно в Германию. Потом, наверное, Штаты. Мне очень нравится все здесь. И жил бы я где-то в Баварии. Велосипедные развязки, велосипедные знаки. Идеальный мир. Сашка нашел трек. Я думаю, что когда в прошлый раз мы дуал с лалом трассу брали на шоссерах, это было ничто. Посреди тем, что сейчас я проеду на туринге с полным экипом. Нет, нет. Главное, чтобы тут наше путешествие не закончилось. На прохождении контроля отобрали шестигранники и ключи. Нет, не так надо говорить. У нас не просто отобрали, у тебя отобрали. И сказали, что нельзя с инструментом. А я уже прошел контроль. И я такой стою и говорю, тю, я всегда с шестигранниками летаю. И мне пограничник такой, где это вы с шестигранниками летали? Это инструмент. Он реально поражал, говорит, где вы так летали? А я понимаю, что у меня, я уже прошел контроль сейчас на себе. Рюкзак, в котором такие же инструменты, только гаечных ключей нет. Но он шестигранники забрал. А у меня шестигранники были в сумке. Да, и Андрюха снабдил нас и разводным ключом, и дал еще, чтобы с обратной стороны винт придерживать, ключик на 10. Так что, Андрюха, спасибо тебе большое. Пока мы еще не начали направо и налево восхищаться Альпами, потому что мы до них не доехали, буквально вкратце расскажу про водные. Мы поехали на двух велосипедах Pride Rocks. У меня тур, у Андрюхи 8.2. У него грейвел, у меня туринг. Мы обвесили их байпакингом и даже передними багажниками. Я люблю ездить с передней загрузкой. У меня резина Schwalbe Marathon Mondial 35-ка с четвертой степенью защиты. Для местных дорог этого будет предостаточно. И главное, что пробиваться, наверное, не буду. У Андрюхи стоковые. Места просто сумасшедшие, космические. Но главное, что адаптированы для велосипедистов. Мы едем по велосипедному автобану просто. И мы еще не приехали к главной цели. Мы еще Альп не видели. Долгой и такой ровный и стабильный апхил. Уже 624 метра над уровнем моря. Плот с мотором и инструментами. Это прям огонь. Судя по всему, это местная электростанция на реке Изар. Там видно затворы, водосброс. И прямо возле электростанции такое происходит. Ну круто. Мне кажется, что вот эта вот немецкая педантичность, она немножечко преувеличена. Потому что все вот эти сплота быстренько вышли на сушу. Просто выстроились в ряд. И вот здесь под обочиной начали все удобрять. Удобрять, орошать, я бы сказал. Потому что я так ехал и думаю, ох, хочется в туалет. И мы так в лес далеко загреблись, чтобы никто не увидел, чтобы никому дискомфорта не создать. А эти видят люди, да пофиг. Я же хочу в туалет. Вот по этой дорожке уже нельзя ехать. Ни на автомобиле, ни на мотоцикле. Мы едем на велосипеде, на чем можно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Километры и километры велосипедных дорог. Велосипедного рая. Рай. Еще и плоскач. Не перестаю повторять, как радует, когда взрослые уже пожилые люди живут полной жизнью. Мечтаю, чтобы и у нас так было. Занимаются здесь вот такими походами, хайкингом. Пары пожилые гуляют, держатся за ручку. Ну, это просто прекрасно. Это жизнь во всей красе. Проехали по шикарной велодороге. Это прямо веломечта. Обратите внимание, обочина вся расчищена. И ветки у деревьев обрезаны аккуратненько. Люди, нельзя так жить, как вы. Это слишком идеально. Заехали в Лидл. Надо купить шоколадосов и воды. А ехать нам еще сегодня 44 километра. Остановились пополнить наши запасы, купить какие-то подломчики, воду. Итак, чего я купил на 7 евро? 7 евро это 210 гривен. Две бутылки вот такой замечательной воды, которая у нас в вилочку становится. Одна вот такая замечательная фигня, вот такая и по вот такой. Мне кажется, для импортных сладостей это очень хорошо. Субтитры делал DimaTorzok Не знаю, видно вам или нет, но спереди в тумане проясняется силуэт того, куда мы стремимся. Ну, по крайней мере, мы хотим туда доехать и даже проехать там. Надеюсь, что мы не будем жалеть. Альпы на горизонте. Сегодня мы туда уже доедем. Но хочу сказать, что 70% времени мы едем по велосипедным дорожкам. Они или возле дороги идут, или в лесу. Но это удобно. Хребет приближается. Первый наш настоящий хребет. Но в этой поездке у нас будут не такие травяные горки. Будут всякие. Это просто село, друзья. Как и у нас. У нас такие же села. А вот и первый грейвел. Но по равнинке все хорошо. Блин, слева так красиво, друзья. Ого! Не, фанат. Ребят, я все понял. Давайте, я сюда. Вам не передать, друзья, мою радость. Это эпически красиво. Это такое наслаждение. Конечно, я понимаю, что кататься по Европе это цивильно, это безопасно. То есть нет какого-то ощущения, что тебя где-то кто-то хочет что-то с тобой сделать. Собаки на тебя не бросаются. Цивилизация практически везде. Люди приветливые. Все убрано, организовано. Даже когда ты едешь по трейлам ты получаешь комфортное удовольствие. Мы доехали до первой сегодняшней точки. Очень красивого озера. И здесь их два. Одно прям совсем недалеко. Мы сейчас еще проедем километров до 10 ко второму озеру. Найдем кемпинг. И будем отдыхать. Будем снимать. Готовиться к завтрашнему дню. Потому что завтра у нас маршрут до Инсбрука. И он идет через перевалы. Озеро называется Кохензи. КОНЕЦ 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 Кому-то нам как белым людям построил туринговый маршрут. Но я посмотрел, здесь можно сократить. Дорога серпантином ушла туда вверх. А вторая намного круче вверх. Вот такой дорожкой. Она типа МТБшная. Но я думаю, что мы справимся. Почти сократили. Еще чуть-чуть. Ну привет. Короткие дорожки. На самом деле мы много сократили. Просто подустали. Ну а с другой стороны поздравляю нас. Мы уже полноценно в горах. То есть мы въехали в хребет. И карабкаемся наверх. Это наш велопоход. С главным словом поход. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На этом жестком обхиле нашли то ли монастырь, то ли икону, то ли не знаю. В общем, в скале такая фреска с надписями. Там есть год 1492. Это хороший год. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Конечно, вниз хорошо на МТБшках. И на самом деле я бы и на туринге вниз здесь за милую душу. А вверх колбасится. Это серьезный такой подъемчик. Но красивый. Такие виды классные. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Едем мы, значит, по лесу вверх. И тут бац, заведенный трактор. Я понял, что мы можем здорово срезать и еще и сил сэкономить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, первая наша высота, первый перевал в этом путешествии 859 метров. Сейчас будет спуск ко второму озеру, где мы, скорее всего, и остановимся. И мы стали на перевал ближе к Инсбургу. Потому что если бы мы остановились там, в кемпинге, на первом озере, нам завтра это все пришлось бы с самого утра преодолевать. Сейчас ты уже хотя бы, знаешь, такое готовы к этому. Ну, цифра дня 859. Ну, еще поднимаясь на этот перевал, мы конкретно срезали. По козьим тропкам, на которых на машинах вы не проедете. На мотоциклах не проедете. А на велосипеде, пожалуйста. На велосипеде пройдете, а не пожалуйста. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О-хо-хо-хо! Вот это крутота! И вот это крутота! У-ху-ху! Очень-очень круто! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спустились, и тут не просто озеро, здесь еще и деревушка какая-то. А вода в озере, друзья, она просто нереально бирюзовая, очень красивая. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Прикольно то, что по маршруту всегда встречаются какие-то кафешки, ресторанчики, гестхаусы. И ты можешь заехать, похавать, отдохнуть. То есть фактически можно кататься здесь вообще налегке, если не собираешься в автономку. И, кстати, отелей здесь тоже много, и все они плюс-минус недорогие. А еще много джимников в Германии, очень. Причем пока что встречаю только старые, нового ни одного еще не видел. На них дефицит, понимаешь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А вот, походу, и наш ночлег сегодняшний. Сразу два кемпинга. Сейчас ставим палаточку, готовим едло и отдыхаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы купили место для палаток прямо на берегу. Сейчас будет просто космическое времяпровождение. Я боюсь, единственное, чтобы холодно не было ночью, потому что в Мюнхене было 5 градусов утром. Ночью, наверное, еще холоднее было здесь. Может быть, еще прохладнее. Но я думаю, что все будет хорошо. Главное, что есть облачность, но дождя не было за целый день вообще. Такая хорошая погода. Крутить прям вообще кайф. Вот, друзья, наши места для палаток. Причем рядом уже стоит какая-то палатка. Сейчас мы расставляемся, но посмотрите, где мы находимся. Просто в шикарном месте. Проехали за сегодня почти 90 километров, на чем завершаем сей день. И было у нас сегодня 800 метров подъема. То есть сегодня у нас вообще равнинный день был, но при этом 800 метров набора мы сделали. Палаточки стоят. Я уже даже переоделся, чтобы потеплее было. Я в шлепочках. И теперь мы будем готовить ужин. Я нацелен на макароны по-флотски. Возможно, даже две порции. Ну и потом кофе с шоколадками. Первый раз полетал. Первый раз едло. Отличная походная еда. Вообще не надо париться. Мы реально проголодались. Сейчас встали и поедим. А вот так мы себе кофе делаем. Натуральный. Тоже от едла. Жвава кава. Плюсы нахождения в цивилизованной стране. В кемпинге можно оставить все. Мы сейчас просто вещи в палатках позакрывали. Велики пристегнули. Ну и также плюсы еще блэкпэков. То, что самое ценное с собой таки можно забрать. И отправиться гулять. Потому что мы уже поели едло достаточно давно. Минут 40 назад. Я проголодался. Пойдем посмотрим. Может быть гуляшек съесть. Если там какой-то ресторанчик работает. Но в любом случае мы специально приезжаем пораньше. Это цель этого путешествия у меня. Чтобы отдыхать. Мы проехали 90 километров. Это немало. С достаточно неплохим подъемом. Хотя это и равнинный день. Еще светло. Мы пойдем гулять. Кстати, это красивенное озеро. Больше чем то первое. Называется оно Вальхензи. Так, это какое-то кафе. Кстати, палатки наши отсюда хорошо видно. Сейчас на Хуавей посмотрю. Там просто 10-кратный зум есть. О, наши палатки. Ладно, сейчас 50-кратный сделаю. Наши палатки. По крайней мере я вижу, что никто к ним не подходит. Что мне очень нравится в Германии, что здесь вне зависимости от того, на берегу ресторан или нет, везде цены одинаковые. Так же, как и кемпинги. Мы как бы здесь вроде уселись и палатки я до сих пор вижу. Сашка будет есть. Поужинали и решили тут, что скорее всего завтра поедем не только в Инсбрук, а по пути еще и в Гармиш заедем. На самом деле вот эти озера мы выбрали вместо Гармиша. Но подумали, как-то легко дается нам все. И поедем сначала в Гармиш, сделаем крюк и потом в Инсбрук. А сейчас идем посмотрим на местную церковь. Красивая церквушка даже с деревянной колокольни. То есть здесь и крыша деревянная и колокольня. Конец первого дня, друзья. Я сходил в душ, Андрюха сейчас в душе. Раскладываемся, заряжаемся. И увидимся завтра в 6 утра.